О сильном влиянии на речь наших детей зарубежных мультфильмов общественность спорит уже давно. А что можно сказать о влиянии на детскую речь современных российских мультфильмов? Тема нашей программы «Экспрессивная лексика в мультиках». Мы привыкли к тому, что мультфильм – это красочная сказка, в основе которой лежит общепринятые, единственно верные моральные принципы, четко разделена грань между добром и злом. Советские мультфильмы были нам помощниками, воспитывали в нас хорошие качества и правильную речь. Но сейчас даже русские мультфильмы сильно изменились, и лексика героев уже не кажется похожей на то, что мы привыкли слышать в детстве. Например, исследователь Анастасия Умрихина отмечает, что в советском мультфильме «Машенька и медведь» главное место в речи героев занимала народно-поэтическая лексика – разговорно-просторечные слова и фразеологизмы. Они помогали юному зрителю погрузиться в атмосферу сказки. Например, просторечие – ненароком, то есть без умысла, непреднамеренно, случайно, или устаревшие слова – пригожие, то есть красивые, миловидные, с правильной внешностью, или сказывать – это просторечное, устаревшее. Сказать что-то кому-то, говорить или объяснять, устно изъясняться. Управилась, то есть справилась, надумала, то есть придумала впрямь, то есть действительно, в самом деле снесу, то есть отнесу. Неказистый, то есть невзрачный на вид, внешне некрасивый, видать, то есть видно, гляжу, смотрю. Или фразеологизмы – сказочки сказывать, то есть рассказывать, не вылиться, говорить вздор, не убудет от кого-то чего-то, то есть хуже не станет кому-то. Героиня современного мультика «Маша и Медведь», хотя совсем и не похожа на свою предшественницу, но тоже употребляет просторечие. Правда, их уже можно отнести к грубо просторечным и безграмотным. Слышь – энто, голубчик. В ее устах эти слова звучат с нотками насмешки, пренебрежения. Маша также часто использует акказионализмы и слова с ошибками. В постельной лежим, прятайся, охохонюшки хохон, шавелются. Обратите внимание на обилие в речи Маши междометий. Это, между прочим, единственный говорящий персонаж мультфильма. Ну и где? Это что, зайчик? Тогда это волк? А где волк? А, ну конечно, да чего же я хороша? Ух, эх, ах, ух, ух. Речь в Маши в мультфильме – это диалог героини с самой собой. Поэтому в речи нет ни метафор, ни метонимий. Очень мало фразеологизмов и эпитетов. Тропов в мультфильме практически нет. А что же есть? Хорошо запоминающиеся фразы с ошибками, повторы и вульгаризмы. Во, заколотился. Сопровождается жестом. Большой палец вверх. Ну, может, уже поужинаем уже? О, мобильничек. Будьте внимательны, когда включаете своим детям мультфильмы. Объясняйте незнакомые слова и пусть наша речь будет безупречной. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok